Сменяется какими-то нападками, сменяется деструктивными высказываниями. Речь идет о ситуации конфликта. И что делать в этой ситуации? Вы вот с помощью такого высказывания можете подать сигнал. Например, как это может выглядеть? Человек что-то такое сказал вам, и вы можете сказать, складывается впечатление, что мы теряем нить разговора. Или складывается впечатление, что нить разговора потеряна. Или складывается впечатление, что нужно уточнить еще раз цель наших переговоров. Вот обратите внимание, складывается впечатление, что целесообразно, например, уточнить цель наших переговоров. Нет ни одного места нити. Когда мы это говорим спокойно, глядим человеку в глаза, то вот это такой своеобразный сигнал растущей конфронтации. Примерная идея, эй, чудак, или там, аккуратненько, да, тут как-то так начинаешь намнетать. Ну, это такой сигнал. Но он может быть, этот сигнал может быть и не замечен, поэтому он может быть использован сознательно, да, то есть это какой-то такой нейтральный ход взрослого. Но проблема в том, что очень часто анонимизированные высказывания скорее показывают нашу неуверенность. Если мы боимся конфронтации, если мы очень настроены на сверхмягкий стиль, когда сверхцель переговоров, вспоминаем Гарвард, это соглашение, то когда нас подвергают атаки, мы избегаем принять вызов, поднять перчатку, избегаем ответить, боимся рассердить собеседника, и тогда мы вот такими вот высказываниями скорее демонстрируем свою неуверенность. Более того, у нас есть ложная надежда, что если мы не будем раздувать конфронтацию, то наш собеседник, возможно, удовлетворится вот как бы достигнутой победой, да, и оставит нас в покое, не будет нас больше терзать, давить. Это ошибка на самом деле, да, если собеседник использует приемы черной риторики, деструктивных переговоров, то он никогда не удовлетворится нашим поражениям вот таким временным, да, он обязательно будет напирать дальше. Поэтому использовать вот такое анонимизированное обращение можно только сознательно, в качестве такого, знаете, вывешенного предупредительного флага, типа «осторожно». Но если человек этого не видит, да, надо быть спокойно готовым применить следующую меру какую-то, да, то есть следующую меру воздействия. И, кроме того, анонимизированные высказывания снижают, в отличие от персонифицированных, энергетику переговоров и убедительность ваших высказываний. Да, любые вот эти слова, как бы опора на «без местоимения», «без я», «без вы», «без ты», «без мы», да, оно, как бы, всю ситуацию делает размыто, и, конечно, это хорошо подходит для иногда семинаров, вот для нашего выступления, например, более-менее, да, я в ряде случаев использую анонимизированные высказывания, практика показывает, опыт показывает, да, вместо слов «я уверен, я убежден». Но в полемике, в жестких переговорах анонимизированные высказывания, применяемые как основной инструмент, неэффективны, да, они снижают убедительность ваших высказываний, зачастую для зрителей свидетельствуют о вашем поражении. Вы-то уверены, что ведете себя исключительно интеллигентно и порядочно, а с точки зрения публики вы ведете себя как слентяй, как тряпка, да, и тогда вы теряете очки, да, на самом деле. Вот, ну, это иногда как в боксе, да, то есть побеждает не всегда тот, кто самый точный, иногда, да, вот в К1, например, а иногда тот, кто идет вперед, да, вот кто идет вперед, он часто более убедителен. И, возможно, он там не нанес вам больше ущерба, чем вы ему, но с точки зрения зрителя он более убедителен, более динамичен, более энергичен, и, следовательно, он и является победителем вашей схватки. Поэтому всегда надо помнить, что применять такого рода высказывания можно только сознательно в качестве предупредительного флага. И нельзя использовать в случае жесткой риторики, черной риторики, как постоянный инструмент. Проиграете однозначно. Ну, какие приемы мы еще можем применить? Как отразить агрессию собеседника? Как отразить агрессию собеседника? Первый способ называется реакция на предметном уровне. Ну, если опять вас атаковали, и вы решаете ответить, напомню, да, то можно, уже мы сейчас говорим о стратегии определенной, да, то как мы можем действовать? Шаг первый. Оценить высказывания оппонента с точки зрения соответствия теме переговоров при необходимости использовать оценочные термины. Напомню, что речь идет о черной риторике, да, ваш противник фактически нанес удар ниже пояса, нарушил правила. И вам, вообще-то, следует уметь отвечать тем же при необходимости. Как это делается? Оцените высказывания оппонента с точки зрения соответствия теме переговоров при необходимости используя оценочные термины. Ну, например, вы как раз можете сказать что-нибудь вроде «Ваше мнение субъективно и не опирается ни на какие доводы». Или вы выражаете всего лишь свое частное мнение. Или вы, как менеджер такой-то или руководитель такой-то, обязаны понимать, что ваш вопрос имеет чисто теоретическое значение. Понимаете идею? Да, то есть вы или ваш вопрос уводит нас в сторону. Ваше высказывание абсолютно не по теме. Вот сейчас я использовал, оценил высказывание оппонента, используя так называемые оценочные термины. Или вы говорите не по существу. Вот первый шаг. Или ваше высказывание беспредметно. Вот вы используете любые оценочные термины. Шаг второй. Напомните основную тему переговоров, назвав ее полностью. То есть так вы делаете первый шаг. Ваше высказывание, господин, допустим, такое-то, да? Господин такое-то. Ваше высказывание абсолютно не по существу дела. Вы выражаете всего лишь свое частное мнение. Первый шаг. Напомню, что темой наших переговоров являлась калибровка в шпиле кашпунеля. Или напомню, что тема наших переговоров являлась наилучшей организацией в логистике товаров и услуг. Понятное мнение, да? Вот вы полностью произносите тему переговоров. При этом, что очень важно, контакт глаз. Напомню, что речь идет, как правило, о групповой дискуссии, о какого-то постоянных, ну, о групповых переговорах. И вот тогда вы первую часть, шаг первый произносите, глядя в глаза вашему оппоненту. И после этого контакт глаз разрываете. Тем самым, лишая возможности человека вам ответить. Вы как бы закрываете дискуссию. Я уже говорил, что основная ошибка в переговорах, в жестких, да? Что мы после высказывания сохраняем контакт глаз. Тем самым, как бы призывая вашего визави продолжать поединок и фактически бросая ему вызов. Гораздо лучше. Делай раз. Контакт глаз. Высказывание. Убрали глаза. Ну, на кого? Есть другие люди. Вы же говорите в группе. Да? И вот вы говорите. Нашли контакт глаз. Ваше высказывание абсолютно не по существу. Вы, как руководитель отдела логистики, должны понимать, что тот вопрос, который вы задали, имеет чисто теоретическое значение. И не имеет никакого отношения к теме наших переговоров. Напомню, что наши переговоры касаются наилучшей организации логистики шпилеков-пунделя. Понятная идея? Убрали слова. И вот теперь шаг третий. Называется углубление. И исходя из этого, я как раз и предлагаю сделать то-то, то-то и то-то. Теперь вы опять не обращаетесь к этому человеку, а обращаетесь к другим людям. То есть вы этого человека глазами выключили из дискуссии. Фактически вы заткнули ему рот, напомнили тему переговоров и продолжаете высказывать свое предложение. Вот так называемый прием черной риторики, называется реакция на предметном уровне. Шаг. Оцениваете высказывание оппонента, применяете при необходимости ту или иную степень оценочного высказывания. Но причем в какой форме, не важно. Вы же можете выступить как критический родитель, а можете как заботливый. Ну, например, сказать, ну, батенька, вы меня просто удивляете. Как это вы так умудрились ответить совершенно не по делу. То есть каким образом вы умудрились взять такое ошибочное мнение. Или откуда у вас такая неверная...